Приветствую, друзья! На связи снова Рашид Гарифуллин. Буквально пару дней назад один подписчик мне написал Здравствуйте, Рашид! Сможете подсказать? Заказали одежду, а на нее нужен кизза. Ну, это маркировка, честный знак. Пришла партия с Китая от вашего посредника. Есть проблема с дальнейшей реализацией. Есть ли варианты это решить через Китай? И как вы это делаете? Чувствую, что попали в какую-то яму. Думаю, надо попасть к вам на курс, чтобы начать сначала по вашим стопам с другими товарами. Соглашусь полностью, все правильно сказал. Желательно попасть на курс, чтобы от А до Я все этапы пройти. Но на пятый поток уже не попасть, так как он закончился, шестой пока еще не начался. Ну, так вот, с маркировкой, честный знак, давайте я вам покажу, как это вообще ищется и через что проверяется. Значит, к примеру, вы завезли махровое полотенце, да? Вам для начала нужно узнать ТНВЭТ. Это товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. К примеру, я узнал, вот, 630 и 260. Хорошо, копируем. И дальше надо написать в поиске здесь, честный знак, ТНВЭТ проверка. То есть, есть сайт такой, GetMark, называется, да? Туда вот нажимаем, GetMark.vet и сюда вписываем. Смотрим. Вставляем ТНВЭТ данного товара, делаем узнать. И он показывает, что да, данная товарная группа подлежит обязательной маркировке. Хорошо. Тогда, чтобы убрать этот этап, честный знак, мы берем следующий товар. К примеру, мы хотим взять, привезти халаты. Смотрим, у халатов какой ТНВЭТ. Ага, вот ТНВЭТ вышел, халатов. Я его вот беру также, копирую и проверяю. В системе, получается, GetMark. Вставляю сюда, делаю вставить и узнать. И он мне пишет, что данная товарная группа не подлежит обязательной маркировке. О, думаю, прикольно. Хорошо. Минус один этап. Далее, при создании карточки я перепроверяю все это дело. То есть, пишу здесь халаты. Так, выбрали категорию халаты домашние. Здесь появилось окошечко ТНВЭТ. И теперь в окошечке ТНВЭТ мне нужно выбрать из того, что предлагается. Видите, вот огромное количество ТНВЭТов. На какие-то из них нужен кис, да? Прямо подписано серым цветом. На какой-то не нужен кис. И вот я выбираю тот, который мне подходит. 620, с чем-то там было написано. Так, возвращаюсь, еще раз перепроверяю. 620, 791. Вот, 620, 791. И все, прекрасно. Теперь спокойной душой мы можем провести данную категорию и тестировать на маркетплейсах. А так, в целом, это одна из десятка разных ошибок, которые совершают новички при выборе товара для того, чтобы продавать на маркетплейсах. Об остальных ошибках я уже расскажу сегодня вечером 19.00 по Москве на открытом бесплатном вебинаре, на который можно попасть по ссылке ниже у этого видеоролика. То туда нажимаете, ставите себе напоминалку и встречаемся. Также можете сейчас выписать все вопросы, которые у вас есть в голове, чтобы вечером в режиме онлайн была возможность их мне задать. И я максимально развернуто постараюсь на них ответить. Пока как-то так. Все, всем до вечера. Увидимся на вебинаре.